друзья мои добрый вечер не пугайтесь это я накрашена дочь меня покрасила потому что времени все нету не не то что времени нету друзья мои говорила да что парикмахер который вот которому я хожу к женщине она в другом конце города вот пришлось вы купите мне краски и я уже я бы представлять я уже забыла когда я красилась купила вот такую дочь мне краску красное дерево выбрали потому что говорит ничего нету твоего я красилась махагона махагона нет потом посмотрела темный махагон там еще что-то очень ничего нет гряди сходила тут улыбку радуги увидела красное дерево говорю давай красное дерево моя мама красилась всю свою жизнь у нее была краска красное дерево и раньше были волосы длинные густющие друзья мои аллергия на эту краску все зажгло но кстати аллергия скорее даже всего не аллергия все равно может быть какая-то реакция но не такая сильная вот даже как на краску когда вот красят в салоне до в парикмахерской не так и я не задыхалась и не зачихалась и не закашлялась так сильно так что нормально купили две одна всего друзья мой вид у меня конечно вообще осталось желать лучшего вот эти брюки нашла где-то в утиле уже давным-давно думаю их только вот так тоже дома носить футболка для покраски так что вот в таком виде я сегодня перед вами показалось потом покажу какие будут волосы но увидите конечно же вот сейчас буду мыть посуду освободила кастрюльку от картошки сковородочку жарила кирюши колбаску здесь тушила свеклу на суп я же не буду банки то открывать еще натертая свекла у меня посуды куча сейчас коля мне пока тут это покрасились все горы еще осталось на 10 минут коля мне баночки со сгущенка я жду сгущенку то варю освободил баночки сейчас буду делать орешки приведу себя в порядок и буду начинять орешки сейчас кстати покажу вот друзья кто не видел шоц вот посмотрите сколько да правильно там пишут золушка 33 орешка напекла золушка но тут будет не 33 тут наверно будет орешков может ну штук 70 должно быть вот так вот думаю сколько маме тут возьму о любим пока вот сюда сколько маме начиню останется у меня еще кирилл просил говорит мама хочу орешков в общем пирога никто пирога то никто не ел доедим говорит еще так что вот дочь меня покрасила еще говорю катя мне бы маникюр надо на горит у меня все приспособления куплено она умеет угарить на квартире делать ремонт туда дают все отнесено сейчас на мой посуду нет сейчас еще сколько минут наверно 10 жду смываю голову потом мою посуду и сажусь с орехами у меня еще в планах завтра утром испечь пирог сейчас надо вытащить морожку чтобы мне пирог с морожкой буду делать что еще у меня надо завтра до часу будет у меня там такое до часу все успеть друзья мои да даже не до часу раньше к часу я должна быть уже собрана утром пойду куплю себе литр воды может даже побольше потому что четыре часа ехать водички возьму таблетки которые там мало ли что какие все равно надо с собой взять ну в общем собрать с собой рюкзачок и все в путь в путь друзья мои не могу я вы понимаете я сейчас вот такое ностальжи по прошлому с этими с волосами раньше мы все друг друга красили даже в мыслях не было сходить в парикмахерскую покраситься наверно никто не ходил друзья все красились сами так что двери тут закрою у меня тимуля закрывает двери они же у нас двери когда я здесь прикрою или сейчас придет закроет тимуля иди сюда иди бабушки иди к бабушке все приходит от двери бабах туалет закрывает иди к бабушке иди сюда не идет вообще ко мне если дома отец еще мама еще он придет но если дома отец он вообще ко мне не идет к деду идет деда обнимает он как бы мне все это бы намыть так-то конечно помню обыкать и намола но она потратила время на меня и у нее еще уроки она еще будет заниматься же готовится к даташнему дню он кастрюлю борща я наварила так все друзья мои я высохла я правда все еще вот этих вот что их штанах но все я переоделась так волосы трогать не буду я занялась посуду намыла пока сохла занялась орешками я сейчас их очищаю и наполняю сгущенкой здесь у меня 4 банки сгущенного молока который я варю сама колем не открыл их вынул я уж здесь вот их начала заполнять работка конечно друзья мои это хлопотная почему они ну как бы дороговато я продаю эти орешки продаю поштучно у меня в прайсе все написано в вк эта работа требует времени очень много времени чтобы сделать это вот здесь еще видите у меня такие вот коряшки получились небольшие да это для себя конечно же пойдут а так вот я людям конечно же продаю красивые очищаю их со всех сторон чтобы было все красиво вот но они вкусные хоть и немножко корявенькие сами поедим с удовольствием и они получились такие хрупкие хрупкие у меня так очки я наверное сниму потому что мне никак я в очках уже вблизи не вижу вот так вот сейчас заделаю приготовила ведерко которая все это буду складывать вот волосы была довольная такая друзья мои знаете давно я не была в таком цвете ой а я записываю взять у меня не любит в кадр попадать в общем не убедить его записаться ну ничего может быть придет время и будет как бы сниматься ладно в общем раньше я всегда была почти в таком цвете но свет был немножко рыжеватый вот мы говорила уже до темный махагон я помню пошла на родник было лето а у меня знакомая как раз около родника жила но я же рассказывала что мы на родник ходили белье полоскать да и она говорит какой цвет прямо на солнце горит так красиво цвет этот играет темный махагон нету его сейчас нигде есть какой-то махагоний а вот моего цвета нигде нет очень жаль я даже не помню как и краска то называлась и я первый раз говорю за сколько лет катя меня покрасила покрасила прекрасно ну в плане в том что и не испачкала и все все прокрашено посмотрела я гну все теперь я не буду уже буду теперь только стричься так что если уж например какой-то цвет капитально менять там например я же еще и беленькая была милированная была думаю если уж что то конечно парикмахерская а так нет вот видите друзьями а это у меня тут ложечки коля это и выкладывал это выщищал сгущеночкой думаю что у меня так много ложек вот вроде делаешь 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 конца и края нет вкусная конечно штука вкусное лакомство я такое ведерко хорошая приготовила чтобы отвезти говорю вот еще планирую пирог надо испечь все-таки мама этот пирог не трогал ну не пробовала когда вот она сейчас приедет не знаю сейчас разговаривали значит сланой разговаривали собираются они значит поставить баню у них же там рядышком участок свой и еще под окном участок да я показывала вам по моему наверное показывала вот хотят построить баню ждут нас на новый год что мы уже приехали так опять как поедем то не знаю кирюха то он ведь не поедет у него же тут и друзья и вот как сказать и значит останется будет жить здесь а новый год как вот его оставит но опять же он взрослый скажет поезжайте он еще и рад будет уже заранее мне такой говорит я в новый год представьте да время еще сентябрь у нас в новый год у меня все друзья гуляют ну пусть гуляют друзья еще видите чего не хотела на эту тему говорить не хотела трогать эту тему знаете наверно какую я ему и введу тему какие у нас события последнее время происходит в стране и что сегодня указ президента был да все мы об этом знаем друзья мы все мы знаем все мы переживаем просто кто-то об этом постоянно говорит а кто-то это говорит внутри дома обсуждается эта тема я на youtube эту тему никогда не обсуждала и не буду и пусть хоть что про меня говорят знаете что мы также переживаем наше положение до в стране мы также переживаем за всех мирных жителей потому что мы в этой игре просто просто пешки так вот я почему переключилась то на эту тему что я говорю еще неизвестно говорю что будет как будет новый год и что что вообще будет но будем надеяться что будет у нас действительно мирное небо над головой это очень важно очень важно чтобы был мир чтобы мы любили друг друга и понимали что мы рождены то для того чтобы жить чего-то добиваться и чего-то после себя до в этой жизни оставить так вот планы конечно грандиозные хочется и то и все вот ребята хотят и баню построить и и ипотеку пораньше выплатить да и это самое дом еще хотят купить планов много это хорошо когда люди строят планы это хорошо это дает дальше желание жить вот и все с позитивом жить сколько можно жить с негативом я желаю больше не хочу так что и вам тоже друзья мои желаю чтобы вас все 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 складывалось вы знаете мы забыли нашу традицию которую мы только мы начали традицию традицию с июля да что я говорю давайте поздравлять с днем рождения каждый месяц например кто родился в июле кто родился в августе вот так вот все месяца и в этот месяц и вы мне не напомнили я забыла поэтому лучше поздно чем никогда давайте всех все поздравим те всех поздравим кто родился в сентябре неважно какой знак зодиака потом переходит до сентябре родились и давайте поздравляем пожелаем здоровья и удачи моя подруга говорит что надо желать удачи удачи потому что это в первую очередь удачи а потом уже надо доживать здоровье может быть может быть тогда так оно и есть так что друзья мы будем смотреть на жизнь с позитивом будем надеяться на на хорошее если еще руки опустить и думать о плохом то чё ж тут будет вот жизнь то продолжается видите жизнь всегда продолжалась хоть тут что я говорю а все он вспоминаю мою любимую книгу братья и сестры что там люди пережили да что там было а все равно война идет великая отечественная да а все равно у людей любовь у людей увлечение какие-то мечты я нет так что нельзя нельзя забывать о том что надо жить такие вот дела а у меня посмотрите-ка время то уже 10 час сейчас придет кирюша он придет ему вели на полдесятого быть дома сейчас придет начнет тут и давай топа них не есть вообще ничего друзья мои ничего сделать такую картошку с тушенкой с лосяшей не ест она на лося то не похоже как говядинка нет нибудь не люблю картошку сейчас стала доставать как его ванночку вот такую вот такое ведерко хочу маме орешки вы не капать орешки она сколько здесь кстати банка 32 литра представляете такая маленькая кажется вот из-за этой банка смотрю спагетти лежат макфа как уж они за эту баночку но я посмотрела ну чё там сроки сроки господи в нормальных условиях лежит пачка чего с ней будет то вот придет сейчас спагетти ему сварю потому что а борща пусть есть точно пусть есть борщ со сметаной или с майонезом больше такой вкусный получился поздно начала еще варить то со всеми тут тоже этими выпечками да со всеми делами коля приходит а у меня еще борщ варится такой ходил тут смотрел говорит когда он сварится когда борщ и обычно борщ надо чтобы настоялся да чтобы он прямо сразу давай мне наливай все равно вкусно это же овощи так что вот такие дела друзья мои настроение вроде такое знаете все уже чемоданное уже чемоданное что поеду посмотрю вздох вдохну этот воздух родной я раньше поездку в пенегу очень ждала когда жила с бабушкой и поездка в пенегу для меня было таким событием грандиозным понимаете я ехала домой я мы когда летим на самолете и когда уже значит самолет а наверное перед ну были такие самолеты еще старые такие анки летали говорю самолет по бокам еще с такими сиденьями даже не кожаными из дермантина с такими значит лавками вот такие самолеты летали потом чехословацкие стали летать и вот сидишь смотришь в окно что уже все уже все вдали огромные огромные баки что ли там были где-то около пенеги то ли они были с горючим то ли еще с чем-то скорее всего что с горючим запас наверное какой-то был самолетом только можно было туда попасть или пароходом раньше то вот уже эти баки видишь знаю что уже ты подлетаешь к своей любимой пенеги уже все едешь потом автобус всегда ходил пути старенький но ходил и уже бежишь потом домой как тут прямо к дому тебя здесь заберут и прямо к дому мама говорит скажи что прямо к дому подвезли они должны прямо к дому подвозить нигде что не на той улице не на другой улице вот так вот видите у меня уже подготовлен до чего мягкие это получились подготовленные уже вот эти орешки я же их вот так вот ровняю вот очень мягкие вы понимаете настолько мягкие получились масло хорошее она хоть даже не масло спред замечательно просто замечательно на нем получились эти орехи прямо не жесткие такие вот как как я хотела в общем наверное пекла с таким настроением да что пеку для гостинцев такие вот дела на самолете то друзья мои вспомнила как летали были такие воздушные ямы что а мне а мне нравилось это может возрасте уже бы не так переживешь да я же ребенок она как вух этот самолет как будто падает сейчас высохнет эта баночка у меня и буду наполнять кстати попробовала только наверное две скорлупки попробовала кимулька потаскал я ему такие вот корявенькие давала потаскал ребенку понравилось а я попробовала вроде ничего я их как-то не хочу я наверно их наелась раньше когда вот я еще не занималась этим а начнешь трубочки печь да о кирюша у меня пришел начнешь печь трубочки и потом эти трубочки ешь и ешь бесконечно потому что это редко я этим делом занималась и так вкусно и с чаем а сейчас он на пирог пожалуйста стоит хоть бы кто притронулся вот так вот ладно съедят утром с чаем думаю там кирюша пришел там просто коридоре у нас кто-то ходит ли я наверное работу собирается да и тимульку то выписали завтра он садик у меня идет ведь так что все надеюсь не отвык хоть бы хорошо пошел видите с трех лет мне кажется все равно будут уже получше друзья мои да все таки он еще все равно маленький чудо два с небольшим года еще ему два года только 1 мая исполнилось такие вот дела сейчас орешечки сделаю но я думаю до 10 я должна все сделать начинить их до десяти ведь это если бы еще бы их просто начинить их же все но почистить надо тимотеус у нас что-то разговаривать вчера так долго не спал родители уже спят а он песенки поет у нас на любой лад песенки так тоненько у него получается как у витаса я бы ну все горит ему ли у нас горю певец вот так вот покажу вам какая баня у меня у мамы баню построили они тоже было две бани одна баня ну и была баня вернее в другом месте сгорела что ли у них она сгорела наверно да был пожар и вот тоже все горело все сарайки баня по моему не знаю приеду спрошу мамы фотографии выпрошу у нее фотографии мои детские куда есть фотографиями также лежат выпрошу скажу мама дай мне моим детям потом останется потому что пусть они будут у меня все у нее они уже полежали так ну что сейчас еще мне немножечко коля у меня на выходные собирается на рыбалку я поеду рыбачить в пеннигу ехать он не хочет во первых надо было бы день брать четверг и пятница днями он дорожит дни ему нужны для отпуска вот сейчас поедет на разведку там на какой-то остров поедет около дачи посмотрю если рыбка сейчас досмотрела погоду друзья погода обещает быть хорошей но в архангельске не знаю как в пенниге я вот все смотрю в сибири да сибири сначала сибири это погода постоит а потом почему так мама приходит ну вот у меня вот такие все время совпадения почему не знаю сколько раз вот смотрю например сибири а холодина такая они тому и какой у нас холод нас тепло потом этот холод приходит к нам потом у них тепло но я вот почему-то так думаю хотя конечно не факт может это я так себе внушила смотрю сейчас в сибири в тюмени тепло думаю все наверное к нам это тепло придет хочется еще тепла да уже вроде какое бы тепло ведь но сентябрь такого сентября еще не было такого очень уж дождливого и холодного не не припомню обычно сентябрь такой золотой месяц октябрь еще более-менее вот все равно я понимаете вот делаю значит кусочек сейчас переключаюсь резко на чищу сижу делаю я кружочки шарики даже может быть и не шарики 7 грамм 7 грамм а все равно сделаю 7 вот по вылезает немножечко до сделаю 6 не хватает все время делаете вообще-то видите весы тоже не у всех есть кстати приобретите весы друзья мои я тоже знаете раньше думала ой посмотрю в интернете афа 250 грамм муки это вот-вот столько-то столько-то да вот столько-то ложек кстати заговорили про ложку про муку мне тут все пишут вот ложкой вы стоите где у меня вот пельмени подробно ложкой отменяете это я делала для тех людей у которых ну нет весов да которые ну не ориентируются и раньше такая же была мне было проще ложкой поэтому я вот стояла и считала ложки вот так вот маленькая оговорочка да вдруг кто-то посмотрит кто мне этот вопрос задал почему я это делаю так вот друзья мои весы я тоже раньше все никак не могла собраться они ж такие дешевые они дешевые это я все время не то что я денег жалела я их просто забывала себе приобрести магазин пойду ну и чё же я не купила я же весы а специально лень ну и мне весы подарили мне подарила наша родственница теперешняя жена колинова брата подарила эти весы не на какой-то там день рождения по моему они я вижу что они такие я видела эти весы они вроде и не дорогие но вот я пользуюсь и ну конечно за за это конечно есть спасибо за этот подарок потому что я бы наверное так и не собралась бы а весы это хорошая штука в любом там и миллилитры и все 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 можно а потому что вот это вот ложками отмерять до стаканами все уже не не то время друзья мои все везде граммовка это раньше он посмотришь да ой такая книга я ведь вам показывала книга у васильна была кулинарная там вообще какие-то унции еще какое-то знаете я говорю васильна говорю как ты говорю как-то это по этой книге а где там горит есть перевод я бы не я не могу вот видите пока друзья мои разговаривали ну что у меня четыре банки не хватит сгущенки а я полную делаю кто-то мешает вот эту труху ее можно запросто ее можно перемолоть значит перемолоть по-хорошему да и в этом сгущенку у меня коля так не любит хотя он это приветствует но это все равно не то хочется чтобы внутри была вот нежная сгущенка тем более хорошего видно да что сгущенка качество хорошее посмотреть как она варится вообще прелесть просто я ее варю не ровно два часа я и варю где-то час пятьдесят час сорок пять потом она в горячей воде стоит всегда вот такая вкуснейшая получается такие вот друзья мои дела сейчас я вытру это ведерко и наверное уже можно будет мне положить сколько там орешков хотя бы посчитать что у меня получилось то с трех порций но я попробовала там тимулечка что-то попробовал так что вот такие дела друзья мои мало все равно это мало это мало и мне надо еще по начинять но чтобы вам тут еще показать чтобы войти в эти минуты тогда что долго то ведь тоже смотреть не будете я вот смотрю в камеру у меня так свет падает и такая интересная вишневого цвета уж никак наверно не красное дерево так друзья мои мы сейчас еще увидимся друзья добрый день вот в эту баклашечку вместилась 70 орешков коля говорит какая-то она маленькая я бы я тоже так думала на три с половиной литра между прочим 70 орешков 50 я уже с утра продала позвонила 50 продала немножко оставила в кастрюльке прикрыла она такая что прохладу держит немножко оставила к чаю в общем друзья мои сейчас я собираюсь и потом уже наверное ролик запишу как будем где-то может быть проезжать если получится сейчас мне нужно в аптеку выкупить тут себе лекарства кое-какие погода хорошая ходила потому что сейчас выхлопала в половик буду его стирать загружу стирку пойду в аптеку пойду прогуляюсь ветра особо нет вроде бы тепло обещают на все выходные дни но это опять же в архангельске не знаю как пенежский район сейчас посмотрю в общем друзья мы теперь увидимся наверное в дороге все всем всего доброго пишите комментарии буду рада снова с вами встретиться в общем все разговоры все впереди все всем пока 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 пока